Добрый день! Недавно я рассказывал про куб крест фейковый, и зрители смотрели то видео чуть активнее, чем мои стандартные экспонаты коллекции. Ну, у меня есть что-то похожее. Это куб, как я его назвал, Ёж. Он тоже создан по тому же принципу, что и куб крест, то есть на обычную трешку что-то там приклеили. Но он посложнее будет. Да, это также 3х3. То есть вот один слой. Здесь мы видим оранжевый цвет. Да, это равносильно вращению вот этой грани. Ну, если прям совсем корректно, то синий должен быть сверху. Оранжевую грань вращаем, и вращается вот так. Но мы видим, что кубик явно повыше. Причем здесь нарощено по два уровня на каждой грани. Раз в ряд, и еще один. И так с каждой стороны. И центры, которые ранее были одноцветными, стали пятицветными. То есть вот желтый, и еще четыре по бокам. А это значит, что центры необходимо будет ориентировать. Если присмотреться, то внутри вот есть белый элемент, но это тоже не сам центр. Это первый подземный этаж, так сказать. А сам центр где-то там глубоко внутри, от исходного кубика. Это вот такая же модификация, но, наверное, более сложная, чем куб крест, именно по изготовлению. Не знаю, можно ли такой сейчас где-то приобрести. Проще, наверное, сделать самому. Хотя придется, наверное, повозиться. Если присмотреться повнимательнее, в этой какафонии элементов можно различить стандартные. То есть у кубика на одной грани четыре угла, четыре ребра, один центр. Давайте посмотрим вот на эту грань. Центр, понятно, здесь. Углы точно такие же, как на обычном кубике. Вот они. Получается третий уровень сверху. То есть вот он проглядывает стандартный кубик. Четыре угла совершенно не видоизменились. От между углами, между углами, ребро. И к нему приклеили по два элемента, которые дублируют цвета. Вот этот и вот этот. Они приклеены к ребру, они друг от друга не перемещаются. По факту получается, что к каждому ребру приклеили по два дополнительных кубика. А центр нарастили на два этажа. И получился вот такой вот еж. Да, теперь нужно ориентировать центры, как на большинстве шипмодов кубика 3х3. Давайте его перемешаем и соберем. То он был красивый, одноцветный. Сейчас будет более пестрый. И вот уже перемешанное состояние. Много движений здесь не нужно. И получился какой-то хаос. Но можно заметить, что существуют вот такие вот парочки, которые друг от друга не отделились. Это как раз наращенные элементы ребра. То есть здесь внутри ребро должно было быть сине-красное. Вот они два цвета. Ну и появились еще по два дополнительных на боковых гранях. Пробуем собрать. Обычно начинаем с белого центра. Вот белый центр. К нему нужно белые ребра. Сложность лишь в том, что белых цветов здесь очень много. Вот ребра. Есть белый цвет, но он сбоку. А должен быть на этих гранях. Не боковых. То есть это не подойдет. Вот какие-то белые ребра. Бело-зеленые. На этих цветах пока не обращаем внимания. Бело-зеленые. А здесь бело-красная сторона. То есть не с этой стороны центра должно вот это вот тройное ребро стоять. Значит его отведем в сторону. Повернем центр зеленой стороной. И вот. Уже что-то похоже. Да, и было бы неплохо, чтобы еще совпадало вот с этим центром. Вот эти цвета совпадают. А боковые нет. Но с этим мы разберемся позже. Давайте просто крест соберем. Пока неправильный. Дальше ищем. Вот какое-то ребро. Бело-красное. И белый вроде не по бокам. А вот либо на этой, либо на этой грани нам нужен белый. Но не в ту сторону белый направлен. Значит будем разворачивать. Так. Старый на месте. И этот хорошо. И мы видим, что вот бело-красный, бело-красный, бело-красный. Три цвета совпадают. И тут даже белый, но не красный. А если пододвинуть, то вот так вот и четыре в ряд будут бело-красных. Значит все направления верные. Заодно и здесь вот этот элемент развернулся и стало красиво. Но это может быть ненадолго. Дальше. Здесь удобно стоит вот этот. Да. И нужно еще один. Еще один. Его бы найти. Давайте я заведомо сделаю, чтобы это было неправильно. А чтобы показать как разворачивается. Ставим вот сюда. И что мы видим? Бело-синий, 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 красно-синий. А белый цвет вот здесь. С остальными нам повезло. Их разворачивать не пришлось. Сами встали. Но это надо один хотя бы развернуть. Как это делать? Поднимаем это ребро наверх. Отводим в сторону. Центр белым цветом поворачиваем наверх. Возвращаем сюда. И опускаем все вниз. Получается уже правильный белый крест. Его здесь очень хорошо видно. Весь белый-белый. Ну и желательно, чтобы боковые цвета тоже были одинаковые. Дальше. Обращаем крест вниз. И начинаем собирать первый или второй слой вместе. Либо по отдельности. Напомню, что уголки здесь точно такие же. Поэтому вот бело-оранжево-синий уголок. Его можно сразу поставить сюда. Но можно заметить, что он вместе со своим ребром стоит. Поэтому можно поставить прямо парой. Становится уже гораздо больше правильных элементов. Смотрим дальше. Белый уголок. Белый-синий-красный стоит на месте. Ему нужна синий-красная пара. У которой еще и белый цвет должен быть. Это вот такое вот ребро. Ну пара ребер, которые приклеены к внутреннему. Подводим к красному центру. Отсюда сюда. И делаем стандартный алгоритм из метода для начинающих. И вот получилось. Дальше. Сюда. Вот бело-зелено-красный. И еще. Вот он. Можно их как-нибудь заранее подружить. Если получится. Ну что-то не очень получается. Поэтому я белый просто достану. И уже отсюда буду их объединять. Вот. Получил пару. Поставлю ее сюда. Так. Неплохо. Осталось сюда еще. Белая-зелено-оранжевая композиция. Зелено-оранжевые ребра. Вот тут. Все как надо, но кверх ногами. Это одна из ситуаций F2L. Пробуем ее тут применить. Кубик, конечно, не для скоростной сборки. Но кое-что использовать можно. Два слоя. Готовы. Все красиво. Все собралось. Дальше. Соберем сверху крест. Мы видим одинокий желтый цвет. Это значит точка. Делаем какую-нибудь палку. Получим уголку. Ну и теперь до конца. Соберем. Вот получился крест. Более того, аж все желтые уголки развернулись. Так редко бывает. Так. Углы на месте даже стоят. Но нужно ребра, видимо, переставить. Вот одно ребро на месте. Это нет. Это нет. Давайте сначала ребра расставим. Потом уголки здесь легко запутаться. Спелые. Вот. Две конструкции с ребрами по местам. Вот эти две сейчас переставим. Так, что получилось. Ребро на месте. Ребро на месте. Да, только забываем мы про дно, что у нас еще центр может развернуться. Ну, давайте его под конец оставим. Надеюсь, все получится. Переставим уголки сначала. Один на месте стоит. Вот эти три нужно переставить. Кажется, что все желтые с этой стороны. Но если смотреть сбоку, тот красный, и здесь должен быть красный, но тут зеленый. Зеленый кругом. Хотя вот два оранжевых. Ну, тут тоже не совпадает. Переставляем. И вроде бы все собрано. И вот так вот посмотреть вообще идеальный кубик ежик. Но вот этот элемент нужно развернуть на 180 градусов. Делать это можно двумя способами. Два раза провернуть ТПРМ. Тогда центр развернется на 180 градусов. Либо пять раз сделать комбинацию РУ, Р'У. РУ, Р'У. И повторить это пять раз. Это два. Это три. Это четыре. Это пять. Ну, кто не знает ТПРМ, так, наверное, проще. И вот куб еж полностью собран. Красивый, изящный. Он даже может немного стоять. Немного шататься. По сравнению с ним, куб крест, конечно, тоже красивый и изящный. Но в нем расстраивает лишь то, что он ненастоящий. Ну, а куб еж, он себя ни за кого другого не выдавал. И сам по себе немного интересен. Забавные и интересные головоломки, которые можно сделать самостоятельно, если постараться. Придуманы очень давно, но даже сейчас мне было приятно их пособирать. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.